Добрые уважаемые коллеги, я не знаю кто, точнее я догадываюсь кто, но кто окончательно придумал название моего доклада именно от стереотакса до брахитерапии, потому что, конечно, до брахитерапия поставила меня в абсолютный тупик, но я нашла информацию на удивление. Поэтому, и знаете, у меня получается, что я делаю доклад по лучевой терапии рака поджелудочной железы примерно раз в два года, и практически ничего не меняется. И ничего не поменяется, пока не будет найден прорыв в системном лечении, то понятно, что методы локального контроля, за исключением того, что мы будем предлагать какие-то новые технологии в попытке повысить локальный контроль и несколько снизить токсичность, будут крутиться в неком увеличении времени до прогрессирования, именно местного прогрессирования, но понятно, что вряд ли как-то повлияют на общую выживаемость данных пациентов. Но всё-таки кое-какие интересные материалы, новые я нашла. Но, собственно, вот это было заключение в 2017 году на РОКе, что, видите, современная лучевая терапия может применяться в удивантном лечении рака поджелудочной железы, но нам нужны всё-таки какие-то данные. С 2017 года всё-таки произошли глобальные изменения, и мы, вот видите, только в рамках клинических исследований мы пришли к тому, что всё-таки адъювантную лучевую терапию мы прекратили применять при раке поджелудочной железы, не стали делать никаких исследований после этого времени, и на сегодняшний день варианты адъюванта мы не применяем. Ну, это как историческая справка, метанализ 35 исследований, что химио-лучевая терапия может улучшить локальный контроль, но задерживает начало химиотерапии и значительно повышает токсичность лечения. Несмотря на то, что стандартный режим фракционирования до сих пор остаётся в некоторых рекомендациях, я категорическая противница данного режима стандартного фракционирования. Это очень токсично, тяжело переносимо пациентами, при этом не приносит никаких либо глобальных преимуществ для безрецидивной общей выживаемости. Если уж рассматривать варианты лучевой терапии, всё-таки при раке поджелудочной железы, то мы должны говорить либо о гипофракционировании, либо о радиохирургии стереотаксисе. Вот пять возможных сценариев. Это операбельный условно-операбельный рак поджелудочной железы, а дьювантный режим до сих пор остаётся. Это, конечно, местно распространённый процесс, который мы можем как консолидирующую лучевую терапию применять, к чему у меня тоже очень много вопросов, насколько это вообще нужно. Глобальные есть ответы на вопросы, что да, палеотивный режим – это совершенно точно мы отвечаем, да, потому что это прекрасный метод борьбы с болевым синдромом, где мы действительно крайне эффективны и очень полезны. Ну и можно рассматривать рецидивный вариант течения болезни именно на рецидивную опухоль, что если пациент дожил до местного рецидива и не запрогрессировал, то вот тут мы тоже можем предложить метод локального контроля, ну и ещё подождать, не запрогрессирует ли пациент, поскольку все пациенты, увы, умирают основная масса от отдалённых проявлений болезни. И, соответственно, дальше мы будем крутиться вокруг того, как бы всё-таки нам попробовать увеличить дозу на опухоль, чтобы получить максимальный локальный контроль. И на самом деле сейчас очень много работ китайских коллег и касаемо поджелудочной железы, и касаемо брахитерапии, и касаемо даже адъювантной стереотоксической лучевой терапии при раке поджелудочной железы. Посмотрите, исследование второй фазы, перспективное, рандомизированное, одноцентровое исследование. И здесь проводят стереотоксическую лучевую терапию, адъювантный стереотоксис, последующий химиотерапией гемцитабином. И в результате этого делают выводы, что адъювантный стереотоксис не улучшает выживаемость, не улучшает локальный контроль. Но необходимо отметить, что лучевую терапию проводили очень невысокими дозами. А уже абсолютно понятно, что доза меньше 7,5 грей, что если вы не можете подвести пациенту 7,5 грей за фракцию, то лучше такую лучевую терапию вообще не проводить, поскольку она окажется максимально неэффективной. Здесь это исследование 2017 года в поисках предикторов ответа, но после доклада Михаила Юрьевича стало понятно, что так ничего глобального и не нашли. И мы опять же продолжаем крутиться вокруг одного и того же. Сейчас я не могу не рассказать про наш центр, это мы в 2024 году, и вы знаете, вот уже сегодня будет небольшой тизер в конце моего доклада. Вот я уже в третий год показываю слайд, что два линейных ускорителя готовятся к установке. Вот так ничего не поменялось, они также готовятся к установке, но на наших шести мы бьем температурные рекорды, и вот 420 пациентов на 1 февраля 2024 года. Не буду останавливаться на преимуществах стереотаксиса, короткий вариант лечения до 5 фракций, неинвазивно, легко сочетается с любимыми вариантами лекарственного лечения. Основная задача добиться эскалации дозы больше 70 грей, меньше не нужно. И, соответственно, это наш протокол подбора дозы, это началось все примерно 10 лет назад. Сначала дозы были более аккуратные для стереотаксиса и варьировали от 5 до 6 грей, потом все-таки пришли однозначно к 7,5 грей за 5 фракций. Есть этому радиобиологическое обоснование, и у нас получается, что из-за эффективной дозы равна практически 80 из грей. Но, в принципе, если бы мы могли сразу дать на опухоль больше 100 грей, то нам бы уже вообще все равно было, какая биология опухоли. Но, к сожалению, окружающие органы и ткани не позволяют нам этого делать. И, конечно же, основная проблема стереотоксической лучевой терапии при раке поджелудочной железы – это язва желудка, язва 12-перстной кишки, которые максимально нас ограничивают. А современные возможности, современных самых хороших линейных ускорителей, зарегистрированных на территории Российской Федерации – это выполнение КТ во время сеанса лечения. И вы понимаете, что зона поджелудочной железы на компьютерной томографии не так хорошо видна. Наполнение желудка тоже очень сильно варьируется в зависимости от даже незначительных факторов. Даже если пациент правильно готовится, то от сеанса к сеансу могут получиться некоторые изменения укладки пациента. И поэтому получить язву желудка довольно легко, даже если ты сделал все правильно и хорошо. Хорошо. Ну, соответственно, сейчас для нас ПЭД стал практически стандартом. И именно контурюмнячага мы проводим строго с навигацией с ПЭД-КТ. И невозможно стереотаксис поджелудочной железы проводить без контроля за актом дыхания. Если такой возможности нет, стереотаксис проводиться не должен. Вы не попадете туда, куда надо попасть. Будет только токсичность, ничего полезного не случится. Варианты контроля за дыханием может быть несколько. Это может быть классическое 4D-сканирование, то есть когда аппарат отслеживает все акты дыхания. Мы используем только один вариант на глубоком вдохе пациента. И записываем именно этот диапазон. Мы считаем, что так это максимально правильно воспроизводится в течение каждого последующего сеанса лечения. Но здесь показано физико-досимметрическое планирование. Здесь короткий клинический пример. Здесь как раз рецидивное образование у молодой пациентки. Которой было по поводу рецидивной опухоли проведено 10 курсов фолферинокса. И мы видим, что по ПЭД-КТ после 10 курсов лечения очень хороший ответ. Практически к нормальным значениям незначительная зона оставшаяся. И было все-таки принято решение консилиумом на этот остаточный компонент. Это некая консолидирующая лучевая терапия на рецидивное образование. На сегодняшний день, по нашим данным, с наибольшей прослеживностью пациентка в мае 2021 года был проведен стереотаксис. Она на сегодняшний день, на декабрь месяц 2023 года, пока без прогрессирования. Но опять же, она дожила до своего рецидива без отдаленных метастазов. И здесь мы влияли исключительно на местный процесс. Ну и вот здесь, собственно, результаты контрольного ПЭД-КТ. Как вы видите, опухоль не определяется. И результаты КТ-томографии, где также опухоль в зоне рецидива не определяется. Ну и здесь еще, как один из вариантов, здесь уже видите конгломераты. Тут вот тоже речь идет о консолидирующей лучевой терапии. У пациента был болевой синдром, где мы не обсуждаем все плюсы назначения лучевой терапии. Здесь у меня будут к моим коллегам, к Михаилу Юрьевичу, к Евгению Витальевичу и к Илье Анатольевичу вопрос. Все-таки о роли консолидирующей лучевой терапии после окончания первой линии химиотерапии. Пациентов, которые не будут прооперированы. Вообще, насколько это полезно. Но это результаты нашей работы уже 2020 года, где мы показали, что мы должны забыть про традиционное фракционирование. И все-таки идти по пути только стереотоксической лучевой терапии. Здесь очень четко показано на 77 пациентах, что именно болевой синдром купируется очень быстро и очень качественно именно с помощью вот этих высоких доз лучевой терапии. Соответственно, мы говорим о том, что возможны и лечебные опции. О том, что я уже сказала вначале. Это болевой синдром, локальный контроль при местном распространенном процессе и лечение рецидивной опухоли. И, соответственно, если лучевая терапия, то только стереотаксис. Если все-таки вы пошли на стереотаксис, то КТ должно выполняться с внутривенным контрастированием, с пероральным контрастированием. И ПЭТ может быть оптимально рекомендован. Нет времени останавливаться на всех вехах стереотаксиса. Они уже всем известны. В широкую практику FDA стереотаксис одобрен с 2001 года. И сегодня, посмотрите, как растут публикации. Ежедневно публикации по стереотаксису становятся все больше. Соответственно, задача – это максимальная комфортность и жесткий контроль укладки. Сейчас появились очень неплохие работы. Вот то, что я сказала, в России не зарегистрирован аппарат с МРТ-навигацией, MRI-линок. То есть, когда на сеансе лечения мы контроль пациента осуществляем не по компьютерной томографии, а по МРТ. Соответственно, это плюсы имеют пациенты для лечения органов малого таза, где визуализация сразу лучше. И показали, что укладки пациентов с поджелудочной железой именно на МРТ-линоке значительно более точные, с меньшими отступами на здоровые ткани и с возможностью увеличения разовой дозы. Ну, соответственно, может быть, за этим будут некоторые вот эти подвижки в сторону высоких доз и в увеличении локального контроля. Посмотрите, это рабочая группа Астроэстро, 2023 год, июнь по поводу рака лёгкого. И мы говорим о том, что прочный локальный контроль – это как минимум 85% локальный контроль в течение двух лет. Ну, сколько пациентов с поджелудочной железой переживёт эти два года? Наверное, не очень много. Соответственно, и мы говорим о том, что, опять же, что боль только больше 75 ГРЭЙ, стереотаксис, связан с оптимальным локальным контролем, 50-75 ГРЭЙ – это приемлемый местный контроль, но только в условиях с комбинацией с хорошей системной терапией. Здесь я удивилась, что исследований так много. Я думала, что их значительно меньше. То есть исследования идут, но результатов никаких позитивных нет. И вот эти все исследования посвящены на эмоодевантной стереотоксической лучевой терапии рака поджелудочной железы. Это, собственно, все работы по поводу местно распространённого рака поджелудочной железы. Но, опять же, сказать, что это должно быть стандартом, что стереотаксис должен стать мастхевом в консолидирующей лучевой терапии после химиотерапии, увы, нет. И вот, собственно, даже здесь представлены работы, которые показывают, что даже, возможно, повторное при рецидивирующем течении, опять это понятно, что это, скорее всего, пациенты с благоприятным прогнозом, которые дожили до второго местного рецидива, что даже, возможно, повторное применение стереотоксической лучевой терапии на до этого уже облучённую зону. И вот здесь, собственно, показано, как это делается технически, но радиотерапевтов в зале, кроме меня, не очень много, поэтому не буду на этом останавливаться. И вот самое интересное для меня просто-таки открытие. Думаю, боже мой, что же они, как же они проводят брахи, зачем? Точнее, был вопрос, зачем? Оказывается, есть ряд китайских работ, которые очень активно занимались брахиотерапией поджелудочной железы. Но внедряли зёрна йода 125-го по аналогии раком предстательной железы. Собственно, и совершенно замечательные выводы. Вот здесь работа, где 78 пациентов, их набирали 5 лет. Но что самое потрясающее, они описывают, и здесь представлено, вы видите, хорошо на слайдах видны внедрённые зёрна йода в зону первичной опухоли. Но тут, на самом деле, самое интересное, что здесь показаны случаи осложнений внедрения зёрна йода. Это перфорации кишки и инфаркт селезёнки, поскольку зёрна йода совершенно блестяще мигрируют и могут попадать даже в сосуды. На мой взгляд, и без того непростым пациентам раком поджелудочной железы, которые получают системное лечение, проводить такое токсичное лечение, которое сопряжено с рисками перфорации кишки и инфарктом селезёнки, мне кажется, нецелесообразно. При этом результаты локального контроля примерно такие же плохие, как и при всём остальном. Ну, собственно, брахиотерапия рака поджелудочной железы проводится. Ну и вот коротко о новой концепции. Сейчас идут ряд публикаций, начались примерно с 2020 года. То есть мы в лучевой терапии, то, что на слуху СИП – симуляторный интегрированный буст, увеличение дозы в определённой точке с целью повышения локального контроля. А здесь противоположная история СИП. Наоборот, уменьшение дозы в зоне органов риска. То есть подвести к опухоли поджелудочной железы большую дозу, больше, чем 7,5 грей, например, 8-8,5 грей, но при этом охладить желудок и 12-перстную кишку до дозы 6 грей за фракцию. Ну, 6 грей за фракцию – это то, где мы можем говорить, что язвы желудка и язвы 12-перстной кишки практически наверняка не будет. То есть желудок с кишкой вот именно дозу 6 грей выдержит. И сейчас все работы именно по поводу стереотаксиса нацелены именно на это – на увеличение локальной дозы в очаге с возможностью уменьшения дозы на критические структуры. И вот, соответственно, вот эта новая, эта симультантная интегрированная защита, не буст, а именно защита, с целью уменьшения токсичности. То есть желудок и 12-перстная кишка как бы вырезаются из высокой дозы лучевой терапии, минимизируя токсичность, и чтобы пациент мог дальше благополучно получать системное лечение. Вот, собственно, варианты этого СИПа, к которому мы на сегодняшний день приближаемся. И вот еще одна новая концепция. Работа 2021 года, но она самая полная, с самым большим количеством пациентов. Опять же, аналогия с предстательной железой – это внедрение рассасывающего рентген-контрастного спейсера, геля. При раке предстательной железы это уже стало стандартом для проведения стереотоксической лучевой терапии, высокодозной лучевой терапии. Но вот это начали делать и при поджелудочной железе. Внедряется гель в ту зону, которую нам надо отодвинуть. И опять же, тем самым увеличивается доза на первичной опухоли. Опять же, это, скорее всего, повлияет на локальный контроль. Это увеличит процент полных ответов практически наверняка. Но, увы, никак не повлияет на общую выживаемость этих пациентов. И вот работа 2021 года. Это комбинация стереотоксиса с пембролизумабом и термитенибом. Вот я не знаю, есть результаты уже этого исследования, Илья Анатольевич Михайлович, Евгений Витальевич. Я не нашла результатов, но, может быть, их еще и нет. Соответственно, ну, может быть, тут мы получим какие-то плюсики. Но тоже, если честно, пока мне кажется, что вряд ли. Ну, собственно, что именно нас, конкретно наше отделение, останавливает от того, чтобы мы внедрили высокие дозы стереотоксиса больше 7,5 игры, это то, что это тизер того, что случится уже сегодня ночью. Но все-таки я, наверное, со следующей конференции перестану писать, что два ускорителя готовятся к установке. Сегодня ночью они должны доехать до онкоцентра, наконец-то. И, знаете, поговорок, что обещанного 3 года ждут, практически полностью состоялось на нас. Ну, и нам приезжает именно аппарат именно для стереотоксиса вот с такими же усилиями, как показано на данных гифках. И, ну, соответственно, мы сможем увеличить дозу во время стереотоксиса и, быть может, попробовать как-то повлиять на судьбу данных пациентов. И это, собственно, наша статистика за последние 2 года. Рак поджелудочной железы – 45 случаев. Разовая доза вся – 7,5 игры. Меньшие дозы мы не используем. Местно распространенный процесс с болевым синдромом – 15 случаев. Рецидивы – 6 случаев. Олигометастатический процесс – 4 случая. Генерализованный процесс с тяжелым болевым синдромом – 8 случаев. Консолидирующая лучевая терапия – это 12 случаев. И, к сожалению, у нас нет протокола по консолидирующей лучевой терапии. Поэтому я очень надеюсь, что в отделении химиотерапии мы уже вместе придем к какому-то решению и сделаем протокол по консолидирующей лучевой терапии. И, может быть, наконец-то поймем. Потому что я, если честно, считаю, что и консолидирующая лучевая терапия этим пациентам не нужна. Но это уровень доказательности С пока, поэтому, соответственно, я на этом не настаиваю. Соответственно, на выводах я думаю, что я не буду останавливаться. У нас есть такая технически такая опция. Вопрос, как правильно эту опцию применять в системном лечении, увы, в рамках поджелудочной железы, пока которая не имеет каких-то большого прогресса. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...